Россиянка Майя Хромых выиграла челленджера в Будапеште, став первой в истории отечественной чемпионкой на турнире Будапешт-трофи. Для нее старт в Венгрии первой в возрослой международной карьере. Она исполнила с ошибкой четверной тулуп и выдала чистый каскад из четверного тулупа с тройным. У Майи судьи увидели неясное ребро на тройном флипе, вышло забавно. Фигуристка или тренеры неправильно посчитали повторы прыжков в программе, их может быть только два, поэтому третий повтор тройного лутца обнулили, а на табло оказалась пометка «Но валит Эльм». Видно, как Майя легче даются образы нелирические, она показала хорошее катание под танго Роксен. Несмотря на эти ошибки, Хромых получила 152.09 балла за произвольную и 224.91 в сумме. Анна Щербакова не смогла справиться с единственным заявленным четверным прыжком – флипом, зато чисто исполнила все остальные элементы своей программы и получила лучшую оценку за компоненты. У действующей чемпионки мира второе место. Неожиданно для всех Анна Щербакова взяла лишь серебро в соревнований. На всех флипах у Щербаковой стоит неясное ребро, а в двух заключительных каскадах тройной лутц, тройной Риттбергер и тройной лутц Оллер, тройной Сальхов появились отметки «Кю» на последних прыжках. Несмотря на падение во второй части программы, где звучит тема из «Мастера Маргариты», фигуристка откатала мощно, с задором. С счетом таких погрешностей Щербакова получила только 147.97 за произвольную и 223.73 в сумме, что не дало ей обойти лидера. Это поражение стало первым для Щербаковой с января 2020 года, когда она взяла серебро чемпионата Европы, уступив Алене Косторной. Судейство в Будапеште выдалось довольно строгим, но это даже хорошо, ведь лучше увидеть свои ошибки на локальном предсезонном турнире, чем на гран-при или еще более важных стартах. А Щербакова только набирает форму, ее списывать со счетов точно не стоит. На утренней тренировке Щербакова упала с четверного флипа, а также с тройного Сальхова в каскаде с тройным лутцом через Оллер. У хромых тоже два падения с прогона произвольной, на четверных тулупе и Сальхове. Также фигуристка исполнила каскад с четверным и тройным тулупом, но уже чисто. Разве что Самодурова обошлась без серьезных ошибок, но у нее и контент несравним проще в сравнении с ученицами Этери Тутберидзе. Поэтому перед стартом произвольно было тревожно, да и состояние здоровья тоже Щербаковой неизбежно вызывало вопросы. И как в таких условиях ждать чистых четверных от Анны? А ведь по ним мы давно соскучились, трехкратная чемпионка страны не исполняла их чисто ни на Кубке Первого канала, ни на чемпионате мира, ни на контрольных прокатах сборной в сентябре. Однако если утром на разминке Самодурова откатала чисто, то в соревновательных условиях упала Сальхова. И к сожалению, из числа претендентов на Олимпиаду, увы, чемпионку Европы мы точно вычеркиваем и записываем туда Майю хромых. Майя выдала неплохой дебютный старт на взрослом международном уровне, главное в ее случае без падений. Сольного четверного тулупа выехала через тройки. Зато каскад четверного тулупа с тройным практически идеально, как и остальные элементы. Прибавляет Майя и в презентации, что замечают судьи, 70 баллов за компоненты весьма неплохо для старта. Хотя итоговая сумма в 224 балла и не поражает воображение, но их хватило для победы над по статусу лучшей фигуристкой мира прямо сейчас. Так что не будем придираться и порадуемся за первую отечественную чемпионку венгерского челленджера. Главные соперники российских фигуристов в спортивных парах Вэньцзин Суи и Цунхань, представляющие Китай, поделились целями и ожиданиями в олимпийском сезоне. Недавно спортсмены выступили на турнире Asian Open в Пекине с результатом 223,48 балла, одержав уверенную победу. Думаю, в следующий раз мы сможем лучше справиться с темпом. Никто из нас еще не показал лучших результатов. Мы выполнили все движения, но оба допустили ошибки в деталях. Мы извлечем из этого урок и постараемся стать лучше. Наша цель – увидеть флаг и услышать гимн Китая на зимних Олимпийских играх. «Мы хотим показать себя с лучшей стороны. Надеемся, как можно больше людей придут на каток после того, как увидят наше выступление», – сказала Суи. «У нас есть большой запас по уровню сложности, и мы покажем это на дальнейших соревнованиях», – отметил Хань. Ледовое шоу «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой можно будет увидеть и в Дубае. Фигуристка выступит в шоу Татьяны Навки 4 и 5 декабря. Ледовая сказка будет показана в рамках Dubai Ice Show, где также будет сыгран матч чемпионата КХЛ между хоккейными клубами Авангард и Акбарс. Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. «Хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России, хоккей и фигурное катание», – заявил Александр Крылов, председатель Совета директоров Авангарда. Недавно на канале Олимпик Ченнел вышел небольшой ролик о победе Алины Загитовой на Олимпиаде в Пьенчхане. Журналист канала Том Киркланд в Твиттере прокомментировал ролик и рассказал, когда разглядел талант у будущей олимпийской чемпионки. «Комментируя Олимпийские игры, мы уже знали ее по выступлениям на Европейском юношеском олимпийском фестивале, когда ей было 14-15 лет, она сокрушительно ворвалась на каток. Тогда мы сказали, что олимпийское золото – это ее будущее», – написал Киркланд. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выложил в своем инстаграм видео вместе с олимпийской чемпионкой Пьенчхана Алиной Загитовой. Где они пригласили зрителей к просмотру нового выпуска «Ледникового периода». Своё видео ведущий «Ледникового периода» подписал следующим образом. «Погнали! Ледниковый период с нереальной красоткой Алиной Загитовой, приглашаем вас к просмотру серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», – написал Ягудин. Помимо просьбы медвеботов покинуть страницу, Алексей Ягудин отметил всех участников ледового шоу, кроме Евгении Медведевой. Правда здесь причина может быть в том, что двукратная чемпионка мира сама заблокировала Алексея в инстаграме. Когда Ягудину посыпались вопросы от фанатов Евгении, экс-фигурист в комментариях ответил. «У меня к Жене спокойное отношение, а к ее поклонникам нет. Я стираю все оскорбления в адрес Алины и Жене, но медвебот и неадекват». Позже Ягудин ошибочно одобрительно отреагировал на комментарий с хейтом в адрес Медведевой, поставил эмодзи с аплодисментами, вызвав еще больше негатива в свой адрес. Разобравшись в ситуации и поняв свою ошибку, Алексею пришлось написать объяснительный пост с извинениями. Друзья, случайно хейтеру Жене поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. «Я старый. Дедушка инстаграма. Поэтому могу не там кликать». Мне начали писать хейт поклонники Жене Медведевой, к которой я отношусь с большим уважением, мы дружим и все хорошо. На хейт я отреагировал. Вспылил. Только потом понял, откуда хейт ко мне. Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал, очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю. Позже мне прислали скрин и объяснили, на что я отправил свое виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупану, признаю. Прошу простить и понять. И стоп-йейт, написал Ягудин. Чемпионка Европы 2019 Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе на турнире Будапешт Троуфи. Прокат был рабочий. Атмосфера тренировочная, не напряженная. Арена комфортная, каталась как на тренировке, не было волнения. Для себя все сделало хорошо. Вращения, наверное, лучшие в моей жизни. Рабочий прокат, все спокойно и размеренно. Самодурова исполнила программу без грубых ошибок и падений, судьи оценили прокат в 67,15 балла. Это промежуточное третье место по итогам первого дня соревнований. Также фигуристка дала небольшое интервью в микс-зоне. Довольно высокие баллы за технику. Могли быть еще выше, но я так понимаю, где-то недокрутно шли. Еще пока не разбирала. По прыжкам можно придраться, конечно, все понимаю, я еще не в идеальной форме, и это все прекрасно понимают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!